Февраль 2022 года. Зимние Олимпийские игры в самом разгаре. Это время спорта, зимних видов спорта и отличный повод приобщиться к олимпийскому духу, в том числе и с помощью кино. «Государственный представитель 2» — это довольно дословный перевод, и оригинальное название фильма можно перевести как «национальная сборная». В любом случае, если из-за локализованного названия у вас могут быть вопросы по поводу содержания картины, то после взгляда на постер и промо-материалы их у вас не останется. Это картина про женскую хоккейную сборную, про людей разных социальных групп, сфер деятельности, которые собираются вместе и превозмогая совершают невозможное. Сюжет не новый, вы могли наблюдать что-то похожее в других спортивных драмах, да и сама картина является сиквелом, пусть и не прямым. В первой части речь шла про первую корейскую команду по прыжкам с трамплина. Тем не менее, фильм как спортивная драма работает замечательно. В конце концов, этот жанр существует для того, чтобы протащить зрителя от смеха до слез и на выходе оставить его на эмоциональном подъеме с верой в силы уже не только главных героев фильма, но и в свои собственные. Помимо этого, в феврале нельзя не обратить внимание на еще одну красную дату. 23 февраля – День защитника Отечества, государственный праздник и один из способов его провести – просмотр военного кино. В южнокорейском кинематографе много картин про войну, действия большинства из которых разворачиваются во время Корейской гражданской войны. Фильм «Линия фронта» повествует о конце этой войны, точнее о той стадии, когда стороны уже ведут переговоры о прекращении огня, но солдаты на передовой продолжают отдавать свои жизни. Режиссер фильма Чан Хун, который учился киноискусству у самого Ким Кидука, российскому зрителю может быть известен прежде всего благодаря картине «Таксист» 2017 года, на данный момент входящей в топ-250 лучших фильмов на основе оценок пользователей «Кинопоиска». «Линия фронта», выпущенная в 2011 году, у нас не настолько популярна, но все еще может похвастаться высокими оценками и наградами различных кинофестивалей и, конечно же, рекомендуется к просмотру. А возможность посмотреть обе эти картины представится уже в этом месяце. Корейский культурный центр совместно с Москино совсем скоро проведут сразу два показа. 17 февраля в рамках программы «Лед и пламя», привороченной к Зимней Олимпиаде, будет показан фильм «Государственный представитель 2», а 21 февраля уже в рамках Корейского киноклуба зрители смогут посмотреть фильм «Линия фронта» на большом экране. Вход на обу сеанса абсолютно бесплатный, по предварительной регистрации. Более подробную информацию вы сможете найти по ссылкам в описании этого видео. До встречи в зрительном зале. До скорого!